Веческого общества продолжается совместная программа с издательством Питер. Наш, я бы даже не, ну не поводюсь такого слова, желанный гость Семен Уралов. Пожалуйста. Друзья, добрый день. Издательство Питер, издательство Лира вас приветствует. Спасибо, что вы вместе с нами в этот воскресный вечер. Продолжаем наш марафон встреч. Семен Уралов, наш дорогой автор, париттехнолог, публицист, журналист, блогер. Желаем любить и здравствовать. Семен, приветствую. Приветствую. Ну что, поговорим о новой книге, которая вышла в нашем издательском доме. Оранжевенькая, пост Украина, продолжение первой книги. Украинская трагедия. Мне нравится второй том. Второй том. Красиво звучит. Второй том. Ну что, мы с тобой встречались в Петербурге на книжном салоне Дворцовой площади. Обсуждали эту книгу, обсуждали политическую военную обстановку. Скажи, пожалуйста, что нового, актуального на сегодняшний день? На сегодняшний день, ну, во-первых, надо начать с самого верды. Мы находимся на главной площади страны. Мне, как писателю, это не просто приятно, а кто бы мне сказал, лет 25 назад, когда я писал первые статьи. И я за это благодарен издательству «Питер» и организаторам всего нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому спасибо большое, товарищи читатели. Если вам нравятся мои книги, пожалуйста, в первую очередь спасибо нашему издательству. Спасибо вам. Что с учетом места, где мы находимся? Тут же все символы рядом, исторические, они во многом нам говорят о таких временах относительно смутных, кризисных, проблемных. Вот, ну, лобное место, да, герои, колл-центр, да, Ивана Грозного, вот, герои смутного времени нашего. Ну, в общем, мы в какое-то похожее, наверное, время живем. Ну, плюс-минус, наверное. И, соответственно, книга, как я уже говорил, я не знаю, кто-то еще читал, не читал, кто-то приступал. Ну, я знаю, наверное, кто-то есть там из товарищей. Она, в общем-то, попытка сделать такое пособие, в том числе по кризису, в котором мы находимся, конечно же, применительно в Украине. То есть, если первый том, он был про общество, и, в общем-то, если кому хочется что-то понять, да, и разобраться из прошлого, если будет немножко будущего, этого будет достаточно. А здесь, собственно, право государства, вот, как из, в общем-то, обычной республики, ни лучше, ни хуже, ни чем-то даже лучше, ну, то есть, удачнее, вот, чем другие, ну, советские, да, союзные республики, вот, можно дойти до безгосударственности как особой формы, вот, причем такой формы, которой можно даже поклоняться этой безгосударственности. Ну, то есть, делать еще и фетишем, потому что некоторые, ну, как, например, соседние жители Молдавии, они расстраиваются из-за безгосударственности, вот, а где-то, вот, я говорю, как в украинском, и отчасти, там, в грузинском случае, делали, что даже восхищение. Ну, как бы, это же хорошо, это же круто, безгосударственности. Вот, поэтому это такое пособие, и еще обратите внимание, особенно, у кого уже есть книга, у кого нету, вот там вот девятый у нас поведение, с обратной, как бы, от нас, стороны, стенд издательства Питер, там все есть, там надо приобрести, вот, наше издательство, все лучшие места. Вот, поэтому это надо сделать обязательно, потом мы подписывать будем сзади, правильно, да, вот прямо здесь сзади будем подписывать. Поэтому по ходу пьесы надо сходить приобрести, обратите внимание в конце, да, на дополнительные материалы, там масса всего еще полезного, чего почитать, послушать и в чем разобраться, да, то есть подбор чего-то больше. Ну, и самое главное, у меня в голове еще, наверное, минимум две книжки уже есть, ну, вот, они как бы уже, ну, они, нас осталось, дело за мало, просто написать. Ну, а для этого нужно хотя бы полгода, а так как у нас союзов писателей нет, то приходится самому 10 месяцев в году плотно работать, чтобы самому себе быть союзом писателей и организовать время для написания книжек. Ну, а по-другому как? Вот, поэтому книги – это во многом обобщение. Кто глубоко погружен, смотрит наши беседы с Дмитрием Юрьевичем, вот отдельно, кто философские субботники слушает, с Тимофеем Сергеевским субботником, вот, те увидят много знакомого, вот, и известного, потому что, еще раз повторюсь, писал во многом как пособие, а не просто повествовательное. По стилю, честно скажу, косил вот товарища Хопска. Ну, мне нравится его, как бы, стиль политологический, вот, поэтому я попытался его освоить в этой книге, то есть писать такими короткими абзацами, вот, и короткими мыслями. Вот, ну, учитывая, что времени у нас, на самом деле, немного, я бы, наверное, в вопрос или как, что, да? Что, что? Ну, я вам уже сказал, брать, не буду, максимально, все. Дам вопрос-ответ, да? Друзья, для того, что у каждого уже есть наболевшее, да? Кто готов задать вопрос, давай? Водое поколение. Я вижу, да. Очень активно с прошлой. Здравствуйте, Семён. Да, мы не видели снова ответить. Вопрос такой. Как помнится, я хотел сказать, что, Менадик, это кинопродукт «Слуга народа», но там была замечательная карта, которую неоднократно упоминали, на количество государств, на которые распадается Украина. Там, я чувствую, что в ходе дельного курса могу распасться. Вот, с этим вашим пониманием, скажем так, какой вариант более, скажем так, реалистичен, то есть это дележка Украины, по сути, между сопредельными государствами в силу исторических претензий, или все-таки сохранение какого-то гидра, потому что это к вопросу о том, что, условно говоря, почему гидр не заводил Швейцарю, потому что не надо, то же самое и нам. Вы начали вопрос, а потом кого-то гидр не разошвеца, и причем куда-то. Объясню, потому что есть вещи, которые... Нет, у нас сейчас есть головы у себя. Нет, нет, Семен, вы да, слушайте, пожалуйста. В том плане, что иногда некоторые шаги лучше не делать сразу, условно говоря, потому что... Ну, мы поговорили сам с собой, ну, хорошо, давайте следующий вопрос. Ну, извините, что я так резко... Нет, ну, при чем тут резко, ну, вы реально... Хорошо, я бы... Я против того, чтобы в вопросе вообще содержались какие-то аналогии гидр для швейцарии. Вы почему вообще вообще? Просто потому что сейчас все говорят о том, что надо... Так, давайте следующий вопрос. Вперед, вперед, следующий вопрос. Ну, извините, Семенов. Молодое поколение, давайте. Как можно помочь детям, которые пришлось вписать, с округами в Россию? Как помочь детям, которым пришлось бежать из Украины в Россию? О, какой сложный вопрос. Вот, им в первую очередь нужно вернуть детство. Ну, это вот в первую очередь. А для того, чтобы вернуть детство, это, наверное, нужно, чтобы... они от вас, ну, сверстников, да, своих, когда они приехали, да, ну, почувствовали, что они не относятся к ним как-то по-особому. Это просто такие же, как... Ну, чтобы не было отчуждения. Вот и все. Но все равно какое-то время это будет еще очень долго. А ты откуда? Я из Димитла Хава. А почему такой вопрос родился? Ну, а вы выбираете... Потому что у меня... Жалко, ты не слишком. Жалко, ты не слишком. Жалко, ты не слишком. Жалко, ты не слишком. А что происходит? Ну, это... Кстати, вы красивые. Я думал, что у него умный. Спасибо за вопрос. Могу задать вопрос? Добрый день. Сторон, я буляю в вашей выпуске. У меня такой вопрос. По поводу идеологичного воспитания как раз-таки вашего поколения. Как при нынешнем неофеодализме, условно, сохранить и социальную направленность государства, и, на другой стороны, не уйти в новый режим, условно, высшего сословия и так далее? Спасибо. Извините за это. Если можно... Ну, я надеюсь, и постоянно об этом говорил, что я надеюсь, что у нас сейчас впереди ждет специальная социальная операция, но она для очень многих уже слоев населения началась, и это правильно. Еще осталось провести специальную учительскую операцию, специальную врачебную операцию, ну, чтобы подтянуть доходы вот этих... Ну, а на чем держится-то государство, я вот, в этом, в этом. Три прослойки, ну, как классика, в том числе, советских браков, да? Отец военный, мать учительница, правильно? Ну, либо семья врачей, ну, классика жанра, и еще отдельно инженеры. Ну, потому что все-таки в Советском Союзе много было инженеров, да? Ну, вот, соответственно, вот у нас сейчас проходит специальная военная операция, в ходе которой опорная, так сказать, опорная прослойка подтягивается и в уважении, и в правах, и в льготах. Ну, во многих, да? Ну, чего было, а потом не стало, правильно? Ну, соответственно, надо ставить вопрос о том, что должна быть специальная учительская операция, правильно? И врачебная, где надо подтянуть след за этой прослойкой военной, вот, ну, соответственно, так и выравниться, я так думаю. Ну, то, что ставить вопрос надо, это факт. Как оказалось, деньги есть. Ну, правильно, да? Ну, как оказалось, они есть, ну, как бы, ну, ладно, хорошо, давайте тратить, правильно? Спасибо. Приветствую, Семен. Вот, касательно книги, кому подойдет эта книга, и как будет сделано, если ли не будет с тем поколением, которое не читает сейчас книги, и читает очень мало? Спасибо. Вот человек подготовленный, в правильной футболке пришел, посмотрите, миропорядок по-русски. Вот это я понимаю. Так, ну, кому? Ну, я на самом деле стараюсь писать, даже специально перечитываю, чтобы не было сильно сложных терминов, я именно стараюсь постсреднее образование, ну, вот, максимально, а если где-то попались, то надо объяснить. А вот рассчитываю я на что? Что интеллигенция будет потом пересказывать, так сказать, окружению, то есть это, конечно же, книга, в первую очередь, для политизированного меньшинства, то есть для интеллигенции, которая, вот, вибрирует, интересуется политикой, но ей всегда мало, вот, ей мало, там только телевизора, ей хочется понять чего-то больше. Я надеюсь, что с моим материалом она не только поймет больше, но еще и захочет пересказать, потому что там много всяких полезных примеров, и в том числе аргументов, в том числе и риторических, вот. Можно пользоваться этим? Спасибо. Семен, читаю тебя часто и в телеграм-канале, и в частном, и в общественном. Вот такой вопрос. Вот ты часто говоришь о катарсисе, который скоро наступит на Украине, а можешь вот так структурировано, ну, вкратце, как проект позволяет, описать, какие будут факторы этого самого катарсиса, в чем его суть? Ой, я же там, мне кажется, очень много раз дел, там же сейчас есть самое главное, но я напоминаю, какая произошла обманка с обществом пост-Украины. В феврале 22-го года, отчасти из-за пропаганды, эффективной достаточно, да, отчасти из-за сложившихся обстоятельств, там как раз сработали то, что называется советские скрепы. Вставай, как бы, страна огромная. И произошло такое иллюзорное объединение общества с государством. Ну, люди реально там толпами стояли в военкоматах, да, но это было в Киеве в том числе. А теперь-то, ну, а с нашей стороны все время же, как бы, сигнал-то был о чем? Государство-то нет, оно захвачено, это что-то иное, да? И вот только сейчас, когда началась история со всеми ТЦК, призывами, ну, вот, это ж вот только-только началось, то этого общество наблюдало за этим конфликтом, как за картинкой в телевизоре. Ну, есть какие-то атошники, ну, как бы, да, какие-то. Это где-то далеко, на Донбассе. Ну, это была версия, был испуг первых месяцев. Ну, такой прям испуг-испуг. А потом, что, как бы, ничего, в общем-то, не меняется. Киев же вел, жил жизнью не очень отличной от жизни Москвы. Ну, только там эти гирали чаще летали, но это в основном, они так трещатся и трещат. Вот, во Львове, посмотрите, все эти времена вообще, ну, ничем не отличался центр Львова от центра Москвы. Вот, поэтому вот испуг прошел. Ну, вот такое вот привыкание. Возникло, что и иллюзия. И, соответственно, теперь, когда реальность, не просто отсутствие государства, а, как я это тоже описываю, как биореактора, государство биореактора, ну, в общем-то, все. Элиты отменивают людей на золото, ну, как африканские делали со своими соплеменниками. Ну, все то же самое, да? Но, опять-таки, это для нас, ну, опять же, я тогда долго жил и учил историю, и все это помнил. Это все зашито, в том числе, в курсе истории украинской. Поэтому катарсис же будет в чем? Он же всегда происходит, но не как бы прозревает. И они такие, ой, так это ж так и было, на самом деле, оказывается. Ну да, так и было. Открываете историю Украины, 17 век там. Ну да, вот так оно и было. Потом открываете 20 век, это мальчина. Ну да, тоже точно так же и было. Ну, то есть, по большому шуму, ну, вот эта вот иллюзия большая, которая была на Тутаре, ну, такая очень большая иллюзия, вот с ней постепенно начинают прощаться, а потом она лопнет. Вот, а произойдет это все благодаря женщинам украинскими. Ну, потому что, особенно сейчас они будут на передовое противостояние, и мы такое увидим. Ну, это как бы, это будет и смех, и грех. Ну, это будет. Ну, это будет. Я тоже расстану. Добрый день, спасибо большое. Вы в роли, как Смитрий Георгиевич, говорили о Польше и о роли в украинской трагедии. Вы также упоминали чертат Европы 2012 года, который проходил в Польше и на Украине. В чем роль этого чемпионата, в расходе трагедии на Украине? Ну, это была высшая точка по созданию евро иллюзий. Там же очень долго создавалось, что, значит, посмотрите, наши ближайшие соседи по блоку и по союзу Прибалты, они уже ушли, как бы, в Европу, а мы все тормозили. И вот, как бы, Евро 2012, и это такой вот стартовая площадка, с которой мы вместе стартанем Европу, Польша нас вытянет, там даже на эмблемах, они же там за руку держали, Польша с Украиной. Даже была же концепция, что Польша это адвокат в Украине и Европе. Ну, то есть, адвокат, то есть, кто-то добавляет голос, да, ну, то есть, это блокист. Поэтому идея-то была угнать постепенно, постепенно, с помощью евроассоциации, что и происходило. И 2012 год, это был вообще триумф. Ну, то есть, это вершина была. Ну, как вот, в России, я напоминаю, уже Евромайдан на Украине, в Киеве, начался во время триумфа Олимпиады. Ну, я просто напоминаю, да, это вот параллельно. Все как бы испытывать должны радость. Ну, а как бы в это время люди убивают. И вот Евро 2012, ну, это понятно, всегда, большие спортивные праздники, они всегда пропагандистские. Ну, и вот это была вершина. А потом тогда же, под это Евро 2012, ну, Ковид же подписал ту самую евроассоциацию. Ну, первые, первые шеи. Может, тогда был президентом, поэтому чего. Спасибо большое. Подойдут женщины? А у нас всего два, да, микрофона получили? Добрый день. Семен Сергеевич, я бы хотела дать обратную связь. По поводу, то, что Вы называли, когда коллектив начинает лидерировать. Когда случилось 24 февраля, у меня коллектив женский, 10 человек, я примерно представляла, что у нас творится. Детки начали лидерировать. Представляет, как постоянно тема это возбуждалась. И вот Ваши ролики с Дмитрием Юрьевичем. Закрала я в кабинете и сказала, так, что произошло-то? Мы чем занимаемся? Наша работа в чем? Мы делаем вот это. Люди делают свою работу. Давайте мы будем делать свою работу хорошо. Работы у нас будет много. Собрались и идем прямо. Ну, все благодаря Вам. Спасибо. Спасибо. Круто. Спасибо. Ну, вот, а сколько человек, вот мне интересно, вибрировало так, активное из 10? Ну, вот, прям Ваше статистическое вот это число процентов 20. А, 20 процентов, да? Спасибо. Ну, вот оно так и есть, и этого достаточно. Так, был бы там вопрос? Теперь молодой человек слева. Молодой человек, потом будет. Здравствуйте, Семен. Меня зовут Михаил. У меня вопрос, наверное, ладно, я просто спрашиваю. вот я и скажу, я и вот люди, сидящие в этом здании, исходят из того, что Россия и Украина это один народ. Ну, еще Белоруссия, но она пока заскоплена этого вопроса. И вот у нас идет сейчас яростное боевое столкновение, и, к сожалению, мы несем потери, и все, кто погиб, это, безусловно, герои, их будут помнить, им будет слава, и спасибо всем, кто им поддерживает, государственная поддержка, людская поддержка, если у кого-то проблемы, они об этом говорят и им помогают. Когда случаются трагедии, погибают наши гражданские, это тоже трагедия, им тоже помогают, это, безусловно, жертвы, так и религиозные мученики, можно сказать, ну, каждый по-своему, ну, в общем-то, невинно убиенные. Я не буду сейчас затрагивать вопрос, ну, мы взрослые люди понимаем, что на Украине гражданское население тоже несет потери, но это я умолчу. Вопрос о том, что СО закончится, и на Украине вот комбатанты, военные ВСУ, ГРУ и остальные тоже понесли огромные потери, и мы будем безальтернативно осуждать идеологию, которая к этому привела, будем разъяснять, что к этому привело, видимо, будет большая работа над тем, чтобы вот именно идеологически, так сказать, расставить все по местам кто виноват и что к этому привело. Но вопрос именно про украинское, ну, про общество людей, которые сейчас проживают на Украине и считают себя украинскими, вот те из них, кто потерял родных, вот им же надо будет как-то дать какое-то пространство, ну, чтобы те, кто погиб, не были демонами. То есть они жертвы, да, они, ну, в определенном смысле взяли они погибли. я, 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 нет, я, вопрос, я тут, все, вопрос-то, вот, политологически, что делать выжившим, ну, то есть, что делать с выжившими, чтобы они себя чувствовали нормально, чтобы они нормально жили, то есть, что им, что с ними, ну, так, погодите, давайте, вы, такие длинные вопросы, которые непонятно, сколько утверждений, сомнительные. Итак, конечно же, есть проблема мести, будущей, со стороны тех, у кого родственники погибли. Вот. И она будет всегда. На этом, в общем-то, была построена, в том числе, послевоиндная бандырщина. Ну, когда закидывали, в том числе, эмигрантов, ну, как бы, диверсионные группы, ну, там, до 50-х годов, там, все было. Здесь масштабы значительно больше. Ну, да, это будет огромная проблема, вот, которая системно решится через несколько поколений, ну, где-то через два десятилетия. Вот, когда два поколения с первого по десятый класс вырастут, ну, тогда, скорее всего, оно вот как-то, а до этого это будет постоянный, ну, то, что мы сейчас в храмах гонитивных войн, этот термин появился, ну, вот у нас, биодромы, да, ну, вот, которые готовы идти, как бы, на целенаправленный террор, да, их будет очень много. Причем, а атаковать будут, в первую очередь, публичных людей, потому что начальники, вот, как говорится, люди там, люди здесь, они-то под охраной, вот, а публичные люди абсолютно в свободном доступе. Ну, вот так и будет, да. Так же, как после войны убивали в основном учителей. У парк начальников все хорошо будет, не переживайте. Ну, как бы. Я, то есть, да, я убежден, что через два поколения мы добьемся гармонизации, но есть ли какие-то методики, может быть, которые продумать, вот, чтобы снизить, сбить вибрацию этих биодронов? Так, погоди, для начала надо траекторию контролировать, о чем вы говорите. Да, да, понятно, все, мы, короче, какую-то дискуссию непонятно устроили, все, проехали. Так, здесь был вопрос, да. Если позвольте, по вопросам. Поближе, пожалуйста. Если вы смотрите результаты выборов в 1994, в 1999 году, в 2004 году, как вы все представляете в ГОСАФ, вы знаете, понимаете, что раскол был заложен в году в 1994 с выбором я бы выбору кучу. А потом начинаешь читать выбранные обещания, ну, вообще все становится понятно, почему одна сторона не проатакала, с ВООТ-РАЕСТ, она не проатакала с вами. Кто что заказал? У меня вопрос, не знаю, ваши мнения, может даже ваши знания о роли российских политтехнологов в этих выборах из Робина Кучи, в 1996, в 1996 году. В 2009? В 2009 и 2004 года. Ну, выбор в 2004 году. Политехнологов было, каких-то мастей, рангов не было, начиная с 1996 на Украине. В 2006 году? Ну, я еще тогда так, вот я в 1996 году так и иначе плюс-минус участвовал, да, и было везде, всегда на балмах. Причем, наоборот, был процесс. В 90-е как раз, ну, я только в 1996 году я первеначу студентом был, а дальше уже профессионально начал заниматься. Наоборот, работали в России куча людей из Киева, из Харькова, а потом, наоборот, после 2004 года все послесли на Украине, не из Москвы, и из Питера. Все обвиняют, что вот этот три сорта украинцев это придумали кто-то из российских политиков. В смысле придумали, это отрисованные представления украинского национализма. Ну, просто пропагандисты продвигали российский политик. Ну, сквозь ли продвигали? На выборах. Еще раз. Словом про три сорта украинцев продвигали на выборах, и я думаю, что это была идея и затону российских политиков. Ну, конечно, это была контркомпания против Ющенко, и что? Ну, я не очень понимаю, что вам не понятно. А меня еще раз заложили как бы, ну, как юбля. Еще раз. Американцы подготовили кандидата, сделали типа отравления, чтобы людей свести с ума. Значит, женили его на американской гражданке, она ему нарожала кучу детей. Значит, привезли Турчинова, который непонятно как потом сел на СБУ, Днепропетровский комсомолец. А какие-то три сорта скалую Украину, вы вообще как бы, ну, понимаете, процессы, которые происходили внутри для захвата власти, и какие-то три сорта украинцев. Это вы какой-то украинской правдой перечитали 2004 года. У меня второй вопрос. Назволите предложение первого. Съезд в Северодонецке в 2004 году мне кажется, что как-то несправедливо. Он забыт? Конечно, несправедливо. Уже испугались брать власть. Несправедливо забыть, что это было не контекста, ну, фундаменты следующих процессов в 2014 году. Ну, какие фундаменты? Они испугались брать власть. Они посчитали, что им не нужно федерализовывать Украину. что они смогут взять власть в Верховной Раде, потому что за них большинство на Юго-Востоке проголосуют. Они очередной раз расскажут чушь про русский язык, а из Москвы их приедут имитационно поддержат, пожмут руку, подпишут договор о сотрудничестве между партиями власти. И люди из Донецка, Луганской, Одессы побегут вот так вот голосовать вот этого. Ну, вы же понимаете, как это работает, да? Они еще раз все схавывают. Мы еще раз пообещаем русский язык, а потом еще раз пообещаем русский язык, а потом еще четыре года мы еще раз пообещаем русский язык. Но вы что, не понимаете, что они только не тень проводили каждые выборы? Лукашенко была та же история, но с чего он начал? Он пришел к власти и через год провел референдум. О чем? О русском языке, об отношениях с Россией, государственных символов. Если бы Кучма не был трусом, вот в этой книге я ему даю характеристику. Кучма это украинский Чубайс с приличной биографией. Это типаж именно Чубайса. Но так как НБУ Украинец, Гарна, из Чернигова, такие, Винсправж, не украинец, не еврей, да, как бы непонятно какой приехавший, вот, то его как бы за своего делали. А по типу своей деятельности это Чубайс, который испугался, как Лукашенко, провести референдум в 95-м году, а потом второй раз испугался, еще, ну там провели референдум консультационный в 2000-м году, он второй раз испугался его провести, а потом он третий раз испугался поступить как Назарбаев, например, продлить себе сроки в 2004-м году и посчитал, что он такой хитрый, как Чубайс, что Чубайс всех перехитрит, будет сейчас сходить вот это вот с пивом в аэропортах, вот и Кучма думал, что он всех перехитрит, вот тут будет Ющенко американский, а тут будет вот Донецкий дурак, вот, и они вот так вот столкнутся, и я вот это вот приду цареватый для вас, для всех. Знаете, кто так сделал? В Армении так сделали, вот эти ребята, которые пересметку, они такие, о, я буду жить президентом, а потом премьером, а давайте мы Конституцию поменяем, а потом я снова раз и премьер, да? Ну и так Пашинян в власти пришел, именно так, потому что вот эти элитки наверху думали, что могут вот так вот как в покер разыгрывать и еще передергивать пузо, понимаете? Ну вот так и получили. Вот тут еще вопрос сейчас, да. Здравствуйте, Семенович, спасибо, что вы пришли. У меня дочь, младшая властница, и у меня вопрос, вы сказали, что нужна скоро моя учительская спецоперация, социальная спецоперация. У меня вопрос, что я могу сделать как родитель, чтобы мой ребенок и будущий вырос и не отстоял свое государство в этом случае какие-то события смог сберечь, потому что я думаю, что украинский это был длительный процесс прямо сейчас. Чего сейчас не хватает, что этот родитель могут сделать за собой? Ох, не знаю, имею ли я право говорить о родительские советы. Я все-таки из позиции большего исследовательства. Давайте, да, о проблемах, которые вот видны. Это отсутствие устойчивых социальных связей, то, что называется братство. То есть, вот, те, кто младше 15 лет, они вот утратили понимание, где есть реальные отношения между людьми, а где они виртуальные, которые с детства приходят точно так же и смартфоны, и завсюду. Мне кажется, что вот здоровое отношение к государству, оно должно быть как? Оно должно быть одновременно патриотичное. Ну, то есть, это же наши государства, да? Но при этом критичное. что не надо нам парить вот это вот, Денег нет, но выдержите. Не надо вот это вот, да? И вот лоджи на этом, да? И вот то, что называют вечное отсутствие критического мышления, мне кажется, это просто отсутствие реализма, да? Ну, по отношению... то есть, поэтому, если просто с помощью здоровых социальных связей, то есть, побольше вот связей в реальности, да? И здоровый критический реализм, который есть в всешкольной программе, но еще советской, да? Вот, классика, в общем-то, сформирует этот взгляд и то, как, например, отреагировали сейчас вот уже молодежь, там, те же студенты реагируют, которые я видел, как самоорганизовались по вопросам, да? Когда ее идеологически попытались поставить, ну, значит, все нормально с нашей молодежью. Вот, поэтому выходите из виртуала и такую, прям, классику советского образования, желательно в 50-х годах, начиная с учебной логики, вот, и такого побольше. Обязательно хрестоматию, которая литература, по литературе хрестоматию, вот, и все. Ну а что, нет, два раза не пойдет, ну, сколько людей, смотрите, а вы, вот, у нас вопрос, да? Здравствуйте, Сергеевич, еще раз, доброго дня, извините, вы с Дементем ведете рубрику «Преклассовое чтение», у меня вопрос, будет ли разбираться книга, верные со пропагандой, потому что вы теперь опуска должны говорить, спасибо. Да, мы же ее просто разобрали с Дмитрием Юрьевичем, у нас же коротенькая, на 160 страниц, и я ее, когда вот мы когнитивные войны разбирали, я оттуда, по-моему, я думаю, 20, а, мы же играли это, очком Бернейса, ну, 21, 21 тезис был, ну, Бернейса, поэтому, считайте, что мы ее разобрали, что еще раз разбирать? Ну что, спасибо большое. Семеновна, если прозвольте мне два вопроса, первый касается Прибалтики, вот, в интервью с одним журналистом, ну, не журналист, я рассказывал свое мнение, он считает, что после проведения специальной военной операции на Украине Россия займется уже Прибалтикой, считаете ли вы, что Россия займется этим, и вообще нужно ли это будет в ближайшем перспективе, хотя бы, еще и с этого вопроса, ну, я не знаю даже, что, Викит, ну, во-первых, Прибалтика уже участвует во всяком процессе, она вооружает, вот, непонятно, что там пару раз уже летело со стороны где-то, озеро, где у нас из-за же границы, треча, то есть, она уже является фактически ну, отчасти тыловой территорией этого конфликта, все, вопрос, когда это может теоретически тыловая территория стать, ну, Полин Боря, ну, так это в любую секунду может произойти, вот как с Белгородом, смотрите, Белгород 8 лет, начиная с 14-го года, был тыловой территорией, правильно? Ну, правильно? Ну, и вот, всего за 2 года он стал уже территорией конфликта, правильно? Правильно. Ну, все, так это точно так же может произойти. На карты, на границы смотреть бессмысленно, в смысле, ну, контуры границ, на политической карте смотреть бессмысленно, лучше, смотрите на карты физические, там, и крипты, и реки, это полезнее, когда такие кризисы будут. И второй вопрос, считайте ли вы, что сейчас идет третья мировая манада, технологически, немножко вопрос. Да, ну, это как считать, ну, мировой конфликт. Я вот по поводу, в первой книге «Два капитала», я там много раз рассуждал для себя, о том, что там третья это или четвертая, смотря, как считать, ну, это мировой конфликт, да. А может ли это перейти по вооруженной манаде? Может, уже перешел. Спасибо. Спасибо. Можно? Да, Семен, здравствуйте, спасибо за творчество, первое. Во-вторых, вопрос у меня достаточно простой. Вот вы в самом начале беседы сказали, что у вас в планах еще две книги. Вот, если не секрет, о чем? Они планируются, о чем будут? Они в голове уже, то, что в планах. В планах они у меня давно были. Ну, я тут, ну, смотрите, вот эта книга, она заканчивается хронологически, именно разбор крафта государства в 2004 году. Ну, я, в отличие, ну, даже, как бы, сейчас, ну, постоянно говорят, что там, мы с ВОНа было в 2014 году начинать, я-то считаю, что в 2014 уже было поздно. Ну, как бы, конец государства в 2004 наступил. Просто было десятилетие гниения государства и его захвата. Ну, с 2004 по 2014, да? Вот. Поэтому нужно обязательно написать третий том, это 2004-2014 год, это захваты и нацификация Украины. Потому что, ну, кто подписан, к Воснюкару кто-то смотрит, подписан, есть такие, да? Ну, потому что вот это вот десятилетие, 2004-2014 год, это было, на самом деле, десятилетие достаточно острой политической борьбы в разных уголках Украины, да? И по-разному могла, в общем-то, пойти ситуация, вот, они были очень, ну, на сегодня, это, конечно, все локально по сравнению с тем, что происходит, но на тот момент, в общем-то, все могло пойти и по-другому, да? Ну, в частности, например, Янухович, который пришел к власти, он не долго, ну, он же, напоминаю, заключил Хайковские соглашения, То есть, с Россией, но потом зачем-то он узморпировал власть. Ну, непонятно зачем, он же, как бы, все-таки пришел к власти, будучи, ну, с обрезанными полномочиями, да? Зачем он все вернулся в полноту власти, причем, сделал это абсолютно волюнтаристским методом. Ну, просто, суд решил, что так, и не, так не получается. Власть нужно получить. Ну, купить ее нельзя. Ну, вот, Кучма думал, что может ее купить, потом, Никорич думал, что может ее купить. Вот, ну, вот, так вот они все ее распродали. То есть, вот, получается, что там была двойная игра, вот, за два-то десятилетия. Внешние игроки и часть внутренних, которые понимали, что они делают, они власть прибирали, ну, по частям, да? То есть, ну, не зря Турчинов сел на СБУ, да? то есть, ну, вот прям, кусками. Я прям видел, как в Одессе заходили разные люди, там, какие, не было, не было, не раз, и начали из Лондона постоянно курсировать, да? Что такое, как бы, ну, вот так вот, да? Потом там инвестиционная компания купила пару причалов, а у этих людей появился свой мицинер в Одессе, да? Ну, понимаете, да? Ну, оно же так устроено. Политика, она же прорастает, ну, если в ней всерьез разбираться, она прорастает семьями, кадрами, людьми. И вот это десятилетие, ну, думаете, российский капитал не пытался проникнуть, точно так же пытался проникнуть, тот же Хайков. Кстати, больше всего его в Донбасс не пускали, ну, вот именно местные, вообще не хотели видеть, вообще никого, никакие корпорации, не российские личные. Вот, извините меня, кто финансировал мэру Львова все фестивали джазовые? Альфа-банк российский, ну, Михаил Фридман, ну, я напоминаю, и второе урожение с Львовской области, Виктор Виксерберг из Драгобыча. Ну, вот, я просто напоминаю связи, ну, как бы, эти самые. Ну, поэтому борьба вот в это десятилетие, то есть, с одной стороны, шла распродажа республики, ну, такая, а, гуляй, не хочу, ну, все, что больше продавалось, да? А, с другой стороны, умные люди, в данном случае наши оппоненты, они скупали те активы, которые им были нужны. Ну, как бы, нафиг вам эти футбольные фанаты, казалось бы, нафиг они вам нужны. А вот был момент, например, в 2002-2003 году, а большинство футбольных фанатов было под имперскими русскими флагами. А вот так вот. А с желто-блокитными были только львовские карпат-фанаты. Понимаете? А через пять лет в 2007 году, а с имперскими флагами уже даже у черноморца было меньшинство фанатов. Ну, для меня, ну, в этом разе те и другое, смысла, как бы, и те и те, как бы, как бы, специфические персонажи, да? Но сам факт, за пять лет их перекупили. Опа! Понимаете? Вот так вот оно. Поэтому это десятилетие его, ну, оно у нас так выбрасывается из стереографии, типа, вот все, пришли нацисты, захватили Украину, все, 14-й год, Ройин Лукович перевороковал. Да нет, это не так было. Это было десятилетие борьбы, и за это десятилетие, ну, вот то, что я видел, в России считали, что можно тоже купить. Ну, все же можно купить. И, как бы, покупали, вот лояльность начальника. Ну, а начальники играли какие-то свои игры. Поэтому это сложное десятилетие, которое нельзя выпускать вообще неравненно. Спасибо большое. А у нас здесь еще есть вопрос? Здравствуйте, Степан Уралов. Кто-то в теле всплывал инициатива РГГУшников в борьбе против Лапуша и Ниелина. Я представитель их, как член редакции. Я слушал ваш разведок праздник Юричев. Кази, этот кейс с Исилием Юном. Казы? Вы говорили как раз про взрослых. Чего им делать? Хочется спросить, что делать на авангарду общества с этим казусом Ниелина? Но вы же в РГГУ уже заняли позицию, правильно? Да. Все? Чего? Вы уже делаете. Весомно. Добрый день, Сергей Сергеевич. У меня вопрос по текущей ситуации. Недавно вот была вторая встреча у Владимира Владимировича на экономическом форуме. И хотелось бы ваше мнение услышать по части, где ведущий его все время на несколько тем поводил. Где Владимир Владимирович либо юлил, либо ровно ответ не давал прямого. Три темы. Первая это идеология, вторая столица в Новосибирске, о чем как раз пишется в книге, что это очень важно. Ой, не в Новосибирске, Часто? В Сибирске, в Сибирске, в сторону Сибири, чтобы третья столица устраивалась. И третья тема уже каких-то жестких мер принимать в сторону людей вокруг нас, окружающих. И Владимир Владимирович выступал именно таким мягким, продуманным и без каких-то жестких мер. Не просто же так ведущим доступно возможность вот эту тему поднимать, может быть, это запрос общества. главный форум страны. Над его организацией трудятся сотни, если не тысячи людей. Вложены миллиарды денег, продюсеры к этому всему подходят, каждую пыльку сдувают. Там каждый, наверное, минута имеет свой какой-то сценарный под, кроме всего прочего. и вы такие «Семен, ты тут пришел на презентацию про свою книгу рассказать. Расскажи нам, как вот это все». Да вы что, обалдели что ли? Ну, реально. Ну, вам не смешно самому? Ну, вы же что-то думаете на этот счет? Модератор всегда должен задавать драйв дискуссии. Степень близости модератора с такого уровня спикерами я не знаю. Ну, и вы не знаете, правильно, да? Что другой бы? Я себя представляю, мне бы модерировать такую дискуссию. Наверное, не знаю, как это. Ну, реально страшно, да? Ну, за себя поставьте на место. А чего вас это удивляет? Ну, что на таком форме, такого масштаба, первое... Смотрите, что Путин это повторяет уже много раз в разных формах. Это, ну, нарратив путинский. Ну, там же. Ну, он его произнес теперь оттененный модератором еще и ратикалом. Ну, что? Вам это понравилось, или что? Вас это эмоционально задело? Задело. Ну, так вы не ко мне, не по адресу. Это те, кто по эмоциям, да, вот к ним вас погладят. Скажут, дедуша моя, молодец, тебе понравилось. Давайте времени совсем мало. Вот там товарищ в футболке пришел, давно тянет руку, вот, пожалуйста. Давайте еще вопрос, потому что нас время же подходит. так давно товарищу. Здравствуйте, Савин Сапейш, добрый день. Я всегда начал теряться сразу, как только микрофон взял. Хотел бы дополнить, вот девушка, которая говорила по поводу того, что посты иногда помогают лечить. Вспомним события вот прошлого года. У нас есть небольшой такой домовой чате, где мы собираем гуманитарку, вот, отправляем. И когда вот танк застрял в воротах цирка, скажем так, я переслал вот то сообщение, что от вас ничего не зависит, вы ни на что не повлияете, займитесь делом. Значит, девушки начали плести сети, на что через два дня сказали, да, действительно, а чего мы так переживали? Это вот спасибо за дополню вот девушку. И ввиду этого хочу перейти к тому, что то, о чем вы всегда говорите, вот это скидывание на карточки, вот нехорошее дело, мы вот хотим все-таки фонд создать. Есть ли какая-то вот инструкция, куда идти, чего делать? Правильный вопрос. Надеюсь, очень скоро появится, буквально недавно. мы с нашим коллегами из Виктора Дрохи, с Серегой Киньковым обсуждали, что надо сделать типа алгоритмов, для того, чтобы люди воспользовались и сами это все сделают. Но для начала надо самим его сделать, этот фонд, как МКО. Это не проблема. Это просто нужно пойти и сделать. Ну, какой-то первый раз вам завернут, второй раз вам завернут. Потом, когда у вас уже появятся считая все остальные, там вот мы, короче, я надеюсь, что за лето все это доделаем. Опять же, я же не хочу, я не нянька, ну, чтобы вот как, нет, нужно же просто, ну, нарисовать ролик, да, ссылки, чего куда идти, побежал, и... с чего начинать, ну, вот начните с того, что просто сделайте вот ту самую простейшую НКО, там достаточно одного-двух человек учредителями будет, вот, просто назовите его правильно, ну, чем вы будете заниматься, если там такая помощь, вот, вот, а за лето, я думаю, мы этот, как бы, соберем, ну, как бы, конструктор такой, чтобы он вообще даже в идеале в боте был человек, где-нибудь, там, в чат-боте, тык-тык-тык, потыкал, что надо, куда пойти, и пошел все это сделать. Вот. Спасибо вам. Спасибо большое, дорогие друзья, прием от тут в заключение, и я делаю вас внимание, всем вам ура, спасибо, спасибо,